И вот Иван Тютин уже с нами на связи. Иван, приветствую. Привет, Тарас, привет. Привет, привет. Ну, вот я только что рассказал новость из твоей уже теперь родной Литвы о том, что улицу, на которой расположено российское посольство, переименуют, уже переименовали улицу украинских героев. Как тебе кажется, вот эта волна солидарности с Украиной, которая прокатилась сейчас по всем, без исключения европейским столицам, она может ускорить все-таки вступление Украины в ЕС? Или пока все ограничится только политическими декларациями? Ну, мне сложно сказать. То есть, если смотреть на общественное мнение европейское и на ситуацию здесь, в Литве, конечно, поддержка Украины в ее противостоянии, путинской агрессии, она носит тотальный характер. Огромное количество людей выходит на улицу, огромное количество людей записывается в волонтеры для того, чтобы помогать украинским беженцам. Однако мы понимаем, что между реальным общественным мнением, на которое все-таки европейские политики ориентируются, и европейской бюрократии есть большое расстояние. И, конечно, быть уверенным в том, что процесс интеграции Украины в Евросоюз будет настолько быстрым, насколько это хотели бы граждане Евросоюза, здесь нельзя быть уверенным. Но я не сомневаюсь, что общий вот этот тренд и на вступление в Евросоюз, на дальнейшую интеграцию Украины, и на вступление только в конце концов Украины в НАТО, этот тренд придет к тому, что это будет реализовано, так или иначе. Ну, честно говоря, наверное, будет сложно это сделать, учитывая заявления, которые поступают из Европейской комиссии. То есть, судя по всему, они решили все-таки сейчас немножко дать заднюю в этом случае. После первоначальных заявлений, в частности, Европарламент, который, к сожалению, ничего не решает, кроме политической поддержки, уже заявили, что ускоренной процедуры вступления Украины, скорее всего, не получит. Вот когда, по твоему мнению, сколько времени есть Украины, пока действует вот это открытое окно возможностей? Пока есть возможность продавливать, поскольку мы понимаем, что все рано или поздно заканчивается, и солидарность с Украиной закончится, и Украина спустится ниже в топ-листе приоритета европейских политиков. Сколько у нас есть времени еще? Ну, пока что, честно говоря, у меня обратное ощущение. У меня есть ощущение, что ситуация идет по нарастающей, потому что те, допустим, чудовищные кадры из Мариуполя, вчерашние бомбежки роддома и больницы, которые были, это, конечно, производит серьезные впечатления просто на людей, на граждан, и американских граждан, и европейских. Я понимаю сложности, но я как минимум надеюсь на то, что в ближайшем времени Украина не перестанет быть приоритетом в вопросах международной безопасности, ведь это действительно вопрос международной безопасности, и европейской, и мировой. Потому что, ну, Украина сегодня оказалась вот той стеной, как бы, да, вот по аналогии там с Winter's Coming, да, той стеной, которая сдерживает, как бы, натиск путинской диктатуры. И пока путинский режим, как бы, чекистский режим в России сохраняется, это будет экзенциональной угрозой, и с этой угрозой нужно что-то делать. И, как бы, если вы не хотите, пока что вам не хватает политической воли, как бы, противодействовать активно, ну, например, закрывать небо, да, то совершенно логично кажется такая, там, тотальной поддержкой финансовой, поддержкой военной, поддержкой Украины, это даже не акт, скажем так, доброй воли, это вопрос и практической политики. Потому что сегодня Украина находится, скажем так, в авангарде борьбы за систему международной безопасности. Ну, это понимание, безусловно, есть в новых членах ЕС, в Литве, Латвии, Эстонии, там, Словакии, Польше и так далее по списку. Но циничная-то Европа и прагматичная, она же так, на самом деле, не мыслит. И вот тебе нет ощущения, что граждане этих стран, конечно, чувствуют ответственность, чувствуют некий моральный долг перед Украиной, а политические элиты будут обещать все, что угодно, но когда дойдет до дела, они будут все объяснять, что, ну, вот, вы знаете, здесь же процедуры, мы же не можем, мы и хотели бы, но процедуры таковы. И поэтому Украине нужно вот сделать это, 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 а это минимум еще лет 15 тогда. А вот тогда мы уже поговорим, если, опять же, Украина будет соответствовать всем критериям. Ну, как правило, это происходило. Мы прекрасно знаем, что вот даже наша часть российской оппозиции, там, и Гарри Каспаров, и в свое время Борис Ненцов, вот работа по, скажем так, по привлечению, работа с западным сообществом, она делась постоянно. И украинские политики это делали. Потому что, в общем-то, подобные меры, которые вот сегодня происходят, хотя бы значительную часть их, они должны были, конечно, реализовываться еще с 2014 года. А, честно говоря, еще с 2008 года, после вторжения в Грузию. Поэтому это вот действительно постоянная борьба между европейской бюрократией и, там, Freedom Fighter'ами, которые понимают, что на самом деле происходит. До вторжения России в Украину, конечно, здесь инициатива была в руках вот этих лоббистских групп и прямых путинских агентов, которые принимали решения, там, Германии, Франции и в других местах Европы. Но, посмотри, даже прямые путинские лоббисты типа Орбана, значит, Земана, они, как говорится, переобуваются в воздухе. То есть они просто понимают, что в текущей ситуации, когда общественное мнение выглядит таким образом, даже намек на поддержку путинской России, он лишает их всякого политического будущего. Я думаю, что все-таки общественная поддержка Украины будет возрастать. К сожалению, часто это может происходить за счет мирного гражданского населения Украины, которое гибнет под обстрелами оккупационных российских войск. Но я очень надеюсь, что общественное мнение достигнет той точки бифрукации, когда, как бы, отторжение России будет полное и придет понимание того, что, как бы, Украина является важным элементом международной безопасности. Я все-таки, как бы, я понимаю, что есть бюрократия, я понимаю, что есть и политики, что прямые агенты искупленные, но я считаю, что сейчас наступает момент, когда вся вот эта серая масса кремлевской агентуры лоббистов может быть вычищена из европейской эстеблишмента. Информация со ссылкой на издание «Политика» о том, что такой топ путинский лоббист, топ такой вот негодяй, который живет на путинские миллионы, Герхард Шрёдер, сегодня специально прилетел в Москву. Правда, непонятно, как он это сделал, учитывая закрытое небо, но нашел способ, добрался таки и вот предлагает свои услуги в качестве посредника в регулировании, как об этом пишут в российских СМИ, украинского кризиса. Как тебе кажется, что ждет вот таких вот откровенных мерзавцев, как Марин Лепен, например, Тири Мариани, тот же Герхард Шрёдер или Кнайсль, бывший министр основных дел Австрии, которые работают комфортно на различных должностях в государственных монополиях. Они смогут дальше продолжать безбедную жизнь после окончания этой войны? Уверен, что нет. Уверен, что нет, потому что ситуация зашла слишком далеко, и даже люди европейцы, которые закрывали глаза долгое время по поводу происходящего, сейчас видят, что на самом деле происходит. Дело в том, что известно, что демократия без института репутации, она в общем не работает. И это, конечно, это даже нелепо, что в условиях оккупации украинской территории с 2014 года такие люди, как Шрёдер, Фион и прочие, кого вы перечисляли, они являются, в общем, крупными игроками. Они являются, значит, серьезными фигурами в своих партиях, в партиях правящих в Германии. Поэтому я очень надеюсь, что вот эта встряска, вот этот ужас, который сейчас происходит в Украине, эта встряска будет по целому ряду направлений. В том числе, как бы, моральная составляющая, репутационная составляющая вернется на какие-то прежние нормы. И любые пособники оккупантов, они будут, скажем так, отторгаться истеблишментом и отторгаться политическими институтами. Какая сейчас ситуация, кстати, в Литве? Понятно, что Литва была, наверное, наименее заражена вот этой всей путинской заразой, но, тем не менее, там даже дом Москвы пытались строить, я помню, так и не достроили. Ты мне еще его показывал. И, ну, там, не менее, есть же какие-то вот, пусть мелкие, но какие-то партейки, какие-то персонажи, шмыгающие в российское посольство, получающие потными ручками конверты и продвигающие российский нарратив. Остались такие ведь еще или нет? Ну, я тебе так скажу, я буквально вот полчаса назад чуть в кафе вот здесь нахожусь, я чуть не подрался с одним представителем русского мира. Просто физический, как бы, был контакт, который начал мне рассказывать про, значит, вот этот, проводить кремлевский нарратив про бомбежки Донбасса за 8 лет. Вот эту чушь собачью, которую распространяют пропагандисты российские. Значит, здесь ситуация такая, литовцы и значительная часть населения тотально, конечно, с Украиной, то есть весь город в украинских флагах. Кстати, до Москвы он будет снесен, уже принято решение, еще даже до военной операции было, он будет снесен, на его месте будет другое здание. Но люди, которые внутренне поддерживают, а по большому счету это русскоговорящее население, которое находится в информационной повестке, вот кремлевской, которая смотрит основные российские каналы, вот они, к сожалению, до сих пор вот этим заражены. Они сейчас притихли, потому что бывают моменты как бы столкновений, бывает, когда русская речь негативно воспринимается. Я с этим не сталкивался, но просто слышал, что и в Фейсбуке крайне негативно они вообще настроены ко всему русскому. Опять, в бытовом смысле я с этим не сталкиваюсь, мы там всеми говорим по-русски, но как бы этого нет. Но вот эта вся агентура, которая была, она, конечно, затаилась, затихла, все бросились в рассыпную, никого нет. Вот, единственное, что Департамент госбезопасности официально объявил, что они наблюдают очень высокое повышение активности спецслужб России и Беларуси, которые, значит, активно осуществляют слежку за оппозиционерами. Вильнюс местом максимального скопления российской оппозиции, белорусской в том числе. Так вот, скажем, что здесь повышенный уровень активности ГБЭшных представителей белорусских и русских. То есть, все вот эти люди, которые выступали за какой-то диалог, их было очень мало, они были в подавляющем большинстве, они сейчас просто исчезли. Они растворились, как бы, но вот в бытовом смысле, вот это русскоговорящее население, они все-таки вот этот нарратив держат в себе. Они как бы вот с этим ходят, и иногда это вот, когда они начинают это выдавать наружу, это приводит к определенному конфликту. Помимо активизации путинских и лукашенковских спецслужб, есть еще какие-то признаки увеличения уровня угрозы в Литве со стороны России? Признаков нет, но вот я могу сказать, что если не брать экспертов и аналитиков, которые там со своего смотрят, со своей стороны, я общался там с обычными литовцами, с обычными людьми, Ну, подавляющее большинство, большинство, они понимали, что в случае, если вот произойдет то, что планировал Путин, быстрого захвата Украины, страны Балтии будут следующими. И определенное, я бы не могу, это не панические настроения, нет, определенное напряжение в литовском обществе как бы было. Но оно такое, знаете, есть определенная генетическая память, то есть есть люди, которые помнят советские танки, которые входили сюда, значит, и убивали литовцев, и их ссылали. То есть есть сильная генетическая память, и есть четкое понимание, что если вот начинается вот такая агрессия, то Украина это этап, за которым последуют страны Балтии. То есть в массе свои люди так эти вещи. Поэтому физической угрозы вот какой-то, ее как бы не видно. Ну, то есть есть данные там разведок, то есть видно, что пока что российские пушки не развернуты, скажем так, по направлению к Литве, к Вильнюсу. Тем не менее, также активно обсуждается тема возможного нанесения ядер на ударах, тактического, нетактического, что, собственно, с этим будет. То есть общество пребывает в достаточно серьезном напряжении, но фактических случаев какой-то вот активизации или каких-то вот угроз их нет. То есть это настроение. Среди иностранных добровольцев, которые прибыли сражаться с российскими оккупантами в Украине, есть и представители Литвы. Что известно о том, кто в основном эти люди? Они все с боевым опытом, либо опытом службы в вооруженных силах Литвы. И ехали ли они самостоятельно или были какие-то организации на месте, которые им помогали все-таки собраться и отправиться в Украину? Я не погружен глубоко в вопрос организации этого процесса здесь. Я могу сказать, что вообще в целом вопрос такой как бы гибридной работы натовских стран в Украине, он звучал. И даже мы тут проводили антивоенную конференцию. Один из известных литовских экспертов, ты знаешь его, Бруверис. Он, в общем, говорил, что да, хорошо, если НАТО не готово вступать в прямую, то давайте больше и больше вооружения гибридным образом, чтобы какие-то там солдаты, в общем-то, являлись. Значит, здесь есть организация, там, Союз стрелков, так называемая, патриотическая организация. Значит, есть, естественно, там, ветераны, которые в составе натовских корпусов воевали в Афганистане, там, и даже в операции в Раке участвовали. В Литве активно раскупалось оружие, то есть все оружие, которому доступно, там, винтовки, все эти вещи, все они как бы раскуплены. Вот, но я, честно говоря, просто глубоко эту тему не знаю, каким образом происходит рекрутирование, но очевидно, что люди, которые сейчас в качестве добровольцев едут, с высокой долей уверенности, это люди с определенным боевым опытом. А какая вообще, ну, скажем так, какой вообще настрой литовцев в отношении помощи по линии НАТО? Ну, вот в различных странах проводились различные опросы, ну, например, должно ли НАТО предоставлять Украине военную помощь, нужно ли НАТО передавать Украине системы ПРО, нужно ли передавать, например, самолеты в Украине. Как сейчас в этом отношении настроено литовское общество? Есть разные точки зрения, вот есть такой, как бы, умеренный подход, как бы, что НАТО не должно напрямую участвовать, то есть все-таки есть люди, которые выступают за избежание прямого, как бы, военного конфликта между НАТО и Россией. При этом, на мой взгляд, есть консенсус в части оказания помощи Украине, то есть все понимают, что должно поставляться оружие, но я бы сказал, что вот то, что я вижу, слышу, читаю, что все-таки большинство выступает поддерживать идею закрытия неба, то есть оказание вот этой, как бы, помощи, которая могла бы ситуацию значительным образом улучшить для украинской армии. То есть есть люди осторожничающие, но вот, как бы, такой вот вектор радикальный, одна из, наверное, самых заметных фигур, кто первый об этом сказал, это была Далия Грибовская, которая сказала, что, в общем, военного столкновения не избежать и нужно, как бы, принимать самые решительные меры. То есть в целом, я думаю, что больше половины выступает за, скажем так, вот по первой линии поддержки Украины, да, закрытие неба, оказание абсолютной помощи. Но есть все-таки люди, которые занимают более осторожную позицию. Ну, отчасти это обусловлено просто неготовностью вот к прямому пока что столкновению с Россией. Что ж, Иван, спасибо за твои комментарии. Как всегда, рады тебя видеть в наших эфирах. И ждем тебя на следующее выключение. Иван Тютрин, сооснователь форума «Свободная Россия» из Вильнюса был с нами.